Субтитры подогнал «Симон» Хочется всех поздравить присутствующих годам с праздником 8 марта, пожелать здоровья, всего самого хорошего, надеюсь, присутствующие молодые люди меня поддержат, всех поздравят. Ну и поскольку я не душахнутый, то хотелось бы пожелать вам логики, чтобы вы освоили эту чудесную, замечательную, древнюю игру полезную, и кто знает, может быть, она вам чем-то поможет развиваться. Это никогда не поздно, даже если вам 40 лет и 50 лет, они никогда не поздно начать изучать что-то новое. Это я начала играть в 6 лет, но всем советую. И да, вообще вам полезная игра, развивает мышление. И желаю вам счастья в жизни, потому что, да, девушек это самое важное, реализоваться и как жена, и как мать, и чтобы все было в порядке. Я желаю вам, поскольку сама, да, она вышла замуж, слава богу, все в порядке, все я очень хорошая, дружная, у нас с мужем, мы поддерживаем друг друга, и поэтому я от всей души желаю вам найти такого же человека, спутника жизни, который будет вас поддерживать во всех начинаниях. Вот, да, Иван хотел что-то сказать, так, только я сейчас попытаюсь вас включить. О, вот, Иван, все вас слушают. Слышите, я вас не слышу, то есть. Не слышу? Ага. Да, 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 сейчас слышу. Хочу поздравить вас и студенток с Международным Женским Днем пожелать счастья, удачи и успехов в игре по шахматам. Спасибо, спасибо большое. Ну, начали мы хорошо, все в приноске, потому что мне хочется уж очень официально, серьезно, начинать наше занятие. Да, поэтому кто что хочет, если кто-то готов сразу вступить в бой, то пожалуйста, оставить все, знают. Если не знают, сейчас я всем пришлю. Я знаю, что у нас люди меняются, кто-то уже долгое время здесь сидит, кто-то приходит новый. Я надеюсь, все зарегистрировались на сайте. У нас есть таблица, мы ее внимательно отслеживаем. Да, и те, кто зарегистрировал, мы знаем. Те, кто нет девушки, ну, постарайтесь все, потому что там очень простая регистрация. Вам будет проще отслеживать игру просто. Вот. Значит, Алексей готов. Ну, хорошо, Алексей. Ага, вот я вижу, что Анастасия Баскекова, моя знакомая, уже зарегистрировалась очень хорошо. Александра Ширяева тоже зарегистрировалась. Это все прекрасно. Алексей, вы с кем хотите играть? Со мной или с ребятами? Может, и сказать, может, и на официальном эхаке, подобнее. Потому что я могу и играть, и комментировать, и смотреть за вами. С ребятами. Ну, конечно, да, это будет лучше. Ребят, кто не готов поиграть с ребятами, с коллективом, это не страшно. Сейчас, Вань. Да. Я? Ой, я согласен. А вы прошли регистрацию на 6? Да, я прохожу регистрацию. Это прохожу регистрацию. Сейчас проходите, да? Ага. Хорошо, и когда вы будете готовы, то вы напишите в чат, и мы все будем следить за словами. Угу. Ну, хорошо, идем. Ивана. Пока что. Пока. Продолжение следует... 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 да я уже много раз сдавала если нет, то переходите сейчас Александра тоже и все остальные я постараюсь быстро сказать про ошибки если будет все нормально, то я хорошо, все хорошо значит надеюсь все перешли демонстрировать окно мы не я не смогу, нет возможностей технических ну буду рассказывать так вот да, первый ход начинает белая Е4, Е5 это стандартная ход здесь все понятно второй ход белые ходят пешкой Ф3 тоже ну, довольно таки стандартный ход ну, так ходят можно конечно к камерам сходить будет будет эффективнее ну, и так можно пойти а черные ходят королевые Ф6 в принципе да, так ходят но сначала Александр я хотела чтобы это было более действенное эффективное сначала вы приводите слона всегда слона слона на ПТ-5 чтобы была дополнительная опора а сейчас вы выявили сердца и это ни к чему не может привести ничего сверху рано белые ходят на АЖ4 пешкой не знаю зачем Ваня ой простите играл Алексей да Алексей виднее да ну в принципе так пойти можно дальше Александра делает ход она ест пешку на F3 зачем Александра вы же видите что вы подставляете фига вас могут есть с разных сторон не знаю что это была ошибка опечатка или что невнимательность поэтому я и сказала чтобы не делать глупые ходы как вы выжились надо подумать подумать да подумать где-то секунд двадцать тридцать не надо вас немного все переживающие ну вот вы так входили и естественно вас съели бежал я просто сделала на это вы пошли конем F6 это хороший ход только это надо было делать в принципе если вот можно догадаться не продолжать анализировать потому потому что он не хороший ход ваш ход на G4 посмотрите Александр вы опять зеваете коня то есть у вас было на выбор две пешки то есть это E4 и G4 если вы на E4 если успеваете да я надеюсь все успевают если вы съели на на E4 то ваш конь остался целый но вы съели лазер 4 и шестой ход естественно ваш противник ест коня можно съесть конем это как кто хочет шестой ход конь c6 вы отвечаете да это вполне разумный вариант седьмой ход c4 фешки да так можно прояснить Алексею но лучше вы наводите слона всегда наводите слона чтобы потом не было проблем вот вы отвечаете конь d4 не понятно зачем потому что на этого коня могут напасть любую секунду вот ваше 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 Александр раз уже вы призывали себя надо срочно спасать короля да чтобы его закрыть сделать ракировку я начинаю что надо делать ракировку сразу ну вы знаете да что такое ракировка это когда король владея меняется местами это владея сразу на первых ходах не на седьмом это уже поздно восьмой ход c5 не не знаю зачем Алексей так пошел наверное не увидел что эту пешку может есть слон ну и Александра этого не видит а входит пешка на на d5 тоже тем самым подставляя свою пешку на 9 ход b4 я не знаю почему Алексей не съел вашу пешку наверное просто не заметил но он мог бы съесть пешку которая находится на d5 не стал да но еще подождать хорошо а следующий ход слон их пять мало того что Александра подставила пешку так она решила подставить слона то есть Алексей спокойно мог съесть этого слона и слона и сделала десятый ход и есть она служит а и наконец-то а Александра делает трекеровку на десятом ходе это хорошая вещь но как я сказала уже что трекеровка очень важна для защиты короля но но Александр вы могли бы есть коне пешку на f5 видите двести двести вот хотя опять-таки повторяю что это мало что дает не равное количество фигур один приход b2 на падение на на а Александр решил сделать шаг на e8 но в принципе это хороший ход двенадцатый ход Алексей защищается слоном на e2 это вполне обоснованно я думаю что это самый лучший вариант потому что уводить короля это плохо лучше как-то защититься соном или чем-то еще поэтому ход очень правильный а Александр зачем-то есть вашего сона я понимаю да вот владелы ну в принципе это можно было бы делать и Алексей съел под ю ферзел и потом Александр съел вашего ферза а Алексей зачем вы так сделали зачем менять в один на себя и на это ну в принципе так делать нельзя ребята так делать нельзя Потому что сердце, это, конечно, самая главная фигура. Ну вот я так и думала. Алексей, в принципе, поскольку у вас не было сердце, Александра, то вы уже угрозы для Алексея не представляете, да? Поэтому он решил так сходить. Ну, вполне логично. Но лучше так не делать. Четырнадцатый ход. Хороший, да, конечно. Естественно. Чёрные ходят на эфи. Да, но, в принципе, тут уже Алексей на таком положении, что уже ходить-то ей, в принципе, некуда. Особенно вы все видите, какое имущество, да, у Алексея. И тут уже, к сожалению, ничего не сделаешь. Пятнадцатый ход В5. Ну, Алексей решает, Пешки берёт, чтобы в дальнейшем привести к хирургетам, или кого он захочет. В принципе, он мог бы съесть песку на G7. Ну, наверное, не стал это делать. Вот. Александр ход. Александр ходит на H4. А, ну, он, скорее всего, для ладьи, чтобы потом ставить шаги. Это правильно. Алексей. Уже шестнадцатый ход ходит на C6. Двигает, Пешки берёт. Всё правильно. А, Владимир, ну, как я и сказала, на Е8. А, Александр ходит, делает шаг. Семнадцатый ход. А, Алексей защищается. Вот это плохой ход, потому что... Сейчас откажу, почему. Эээ... Вот смотрите, да, семнадцатый ход. Алексей защищается конем, если все видят. А, если бы ядрог был сильный, то он бы пошёл в основном на G5. И потом бы съел сену вашего коня. Нужен ли вам размен такой? А когда думать, нужен ли размен, или вы хотите оставить коня? Хоть он и засечён. Пешкой, да, но всё равно вес менялся. В случае чего. А, если бы Пешки не было, то... Александра вполне могла бы съесть коня. Ах... Но... Она пошла на E5-20! Эээred... Эээ... Вот... Эээ... если малостей ход, то он съедает в ладью на Е5. Ну, ребят, я не знаю, до конца комментировать эту партию или нет, потому что, в принципе, здесь уже все понятно. Чапаряна уже была на... как будто в ходу, не помню, на каком ходу. Ну, мне кажется, вы спешили, не знаю, если меня не было, поправьте меня. Чаще всего вы просто ход делали быстро. Мы противник у вас серьезный. Я не помню, насколько Алексей играет давно или недавно. Если можете, напишите, как долго вы играете. Ну, вот видно, да, с шести сошли лет самое лучшее время – это детство. Но, пожалуйста, не останавливайтесь, потому что это важно всегда. Иван нам дает ссылку какую-то. Скорее всего, хочет сыграть, да, Иван? Наверное, не спешит. Как я понимаю, он хочет сыграть, но я боюсь ходить, потому что... Да. Да. Иван. Я хочу говорить, чтобы вы со мной сыграли. Да, я поняла, но, скорее всего, не я, потому что... Это будет слишком жестко. Ребят, кто хочет сыграть? Алексей не знает, кто хочет сыграл. А вот Александра Стрелочка, да, вот та, который Иван писал. Вы по ней входите и сразу играете автоматически. И нельзя. Как только вы найдете, скажите, пожалуйста, чтобы я тоже зашла и все остальные шапаки началась. Потому что, если я найду первое, то я буду играть. А Варя не хочет. Это... Олег у нас в фильме и картинке. А, соберем прошелся. Олег, не хотите сыграть? Да. Не знаю, как обращаться. Но ты, наверное, у меня спрашивала. Поэтому... Ага. Послушайте. Хорошо. Ребята, кто хочет сыграть? Ага. Иван, скажите, какой у... у вас миг Александра вас найдет. Да. Я выбираю... Угу. чтобы она собрала. Можно? Все можно. Только хочет ли она этого? А, хорошо. Дайте, ребята, пожалуйста, ширку дайте нам. Хорошо? Да. Два третия. Вот. Доходите все, пожалуйста. Поддерживаю наших дам по этой ссылке. Вообще, ну заходите. Так, я начала. Всем удачи. Если что, будем подсказывать. Если что, пишите... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так я понимаю, то есть это кончилось, но, дорогие мои девушки, все равно ошибки Александра были. Ошибки были, и сейчас я, как добрые-добрые-добрые, их вам объясню. Вот. Я надеюсь, все сидят за партией. Начнем с первого хода. Хоть партия была очень короткой, но стоит ее разобрать. Значит, первый ход делая белые, D3, вполне нормальный ход, а такое бывает, это каждый играет, как хочет. На что черный отвечает, D5. Тоже, по мне, хороший стандартный ход. Второй ход, E3. Тут уже противники выбирают разные ходы. Е4 или Е3, как кому нравится, это, в принципе, мне принципиально поставила мат Александра, героически решила отыграться в зата-партию. Значит, второй ход, слон, B4. Александра решила войти в бой и реально поставить шаг. Муален. На что Анастасия совершенно правильно ответила, поставив третий ход, пешка, C3. Тут можно было поставить пешку, поставить коня и ее защититься. Анастасия, если бы ты пошла на D4, то есть, можно было бы отыграть, если бы ты пошла на D4. На него был слона, ну и так далее. Ну, как есть. Александра пошла на E7 и решила спрятаться. Ну, в принципе, можно и так. Пятый ход. Король... Е2. Непонятно, какой смысл этого хода. Я не знаю. Вот. Александра пошла к нам на тех 6. Но, как я советовала, уже, скорее всего, Александра меня послушала. Да, надеюсь, и начала Поздравлять фигурой вовленной – это уже очень хорошо. Намного лучше, чем было раньше. Шестой ход – Е4. Да, так пойти можно. Александр отвечает ходом. Коль – H5. Ну да, тут прямая угроза на падение на короля. То есть шаг. Это уже атаки. Уже Александра пошла в год. Правильно. А что ждать? Вот. Седьмой ход – Т5. Вот здесь Анастасия, надеюсь, не услышит, что надо было королем вернуться на Е1. И таким образом ты спасался его короля от шага и так далее. От таких угроз и рядом попала бы на коня. Следующий ход, естественно, Ф4. Александра сделала шаг, как я и думала. Вот. Восьмой ход – здесь можно было уйти королем, как сделала Анастасия, что вполне можно. Или можно было бы съесть коня с аном. Но она этого не сделала. Черная съедает пешку на С5. Правильно. Девятый ход – Д4. Ход-то нормальный, но пешка не защищена ничем, поэтому не ходит как меня. Значит, следующий ход – С1 Д4. Александра делает шаг очередной, чтобы, в принципе, правильно. И вот тут грандиозная ошибка. Если все видят, я надеюсь, все следят. Десятый ход – Д2. И, наверное, все мальчики, ребята, все думали, почему же Александра не села сюда. Причем это продолжалось в течение пяти-шести ходов. Ну, не знаю, мне казалось, что это длится весь, знаете, как вот в мультике, который длится очень долго. То есть Таня убирала сердца, Таня кушала. Очень странно у девушки. То есть, по-моему, сейчас Александра смеет, она очень сильно видит свою ошибку. По-моему, на этом ходе можно было шесть, 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 шесть. Непонятно зачем. Анастасия тоже не убрала своего фига. А, ну, она уже не могла убрать фига, но фига как-то могла конем поставить там с этой, или как-то спросить ситуацию. Но она этого не делает. Но, тем не менее, Александра этого не видит. Она видит своего счастья, не верит ни к нему, и поэтому ходит конем на Е-6. Непонятно зачем. Двенадцатый ход, надеюсь, видит Анастасия идет конем на Е-4. Опять-таки, Александра, вы могли съесть коня пипецкой и коня-конем. Я надеюсь, все идет, все понимаю, да, что сидят, я надеюсь. Но вместо этого вы пошли конем на Д-4. То есть съели перк. Зачем, непонятно. Надо перк, конечно, зараться. Я тоже думала, съем все перк. Знаете, в детстве как хорошо. Я поем, я все тут поем. Но самое главное все-таки фигует. Вот. Тринадцатый ход. Конь Е-6. Тем самым Анастасия, ну, фактически, отдает фигуру за фигурой. Однако, Александра убирает за его слона. И уже думаю, что она съест всегда. Но она берет и уграет сама вместо этого. И уже я подумала, что еще такого второго шанса уже не будет. Четырнадцатый ход. Конь Е-5. Анастасия, к сожалению, продолжает отдать фигуру за фигурой. Но, Александра этого не видит. То есть, она не хочет есть фигурой. Не знаю почему. И вместо этого делает блокировку. То, что я советовала. Это очень хорошо. Но, Александра, когда есть возможность есть фигуру, лучше есть фигуру. Пятнадцатый ход. Конь Б-7. Анастасия съедает вашу пешку. И только тогда вы уже не видите коня, который бегает на всему полю. Что, в принципе, очень хорошо. Шестнадцатый ход. Ж-5. И вот я думала, что... Ну, надеюсь, все видит. Что тут Александра увидит свою вторую возможность и съесть фигуру. Потому что он уже спросился, да, вот, съесть у меня. Но она этого не делает. Без этого она ходит, убирает фигуру. Но она есть. Е-8. Семнадцатый ход. Пешка. Ф-4. Каждая пехота хорошая, нормальная. Чтобы открывать... Шлон и Е-7. Тут уже понятно, да, что... Угрожа фигурю. Анастасия эту, слава богу, выбила. И... Восемнадцатый ход. Шестнадцатый ход. Шестнадцатый ход. То есть она его все-таки убирает. Молодец. Надо было подальше ударь, потому что везде... Идет... А, кстати, тут же можно было съесть конем. Опять-таки, третий шанс. Третий шанс. Третий шанс. Вот, да, вот видите. Александр три шанса пропустили, да, с твоего. Я... Я тоже заметил. К сожалению, да. Вместо этого Александр делает шаг. Само на А4. Так сделать можно, да. Но все-таки, Александр, если такая удача, что ферзь попался к вам, то есть. Девятнадцатый ход. Эм... Вместо того, чтобы съесть нельзя. Сейчас вы это видите, да. И тем самым подставляет коня. То есть... Анастасия, если бы она видела, она могла бы съесть со мной этого коня. Эм... Но... Она сделала ход... Эм... Двадцатый ход. Ферзь G6. Вот. И даже сейчас. Александр четвёртый раз. Вот. Тут послушает, что вы съесть сюда. Четвёртый раз, ребята. Я думала, что когда-нибудь из вас уже напишут. Я уже хотела сказать. Александр, что уже есть еду сюда. Но нет. Я сдержалась. Двадцатый первый ход. Пешка Б3. Ну, тут уже сложно комментировать партию, потому что уже всё ясно. А... Слон... Э... 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 В Анастасии исполняю. Она могла бы съесть сама. Но, почему-то, этого делать не стало. А пятый. Пятый раз. Александра пропускает ход. Она вместо того, что в России съезда убирает слона. Э... 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 Двадцатый ход. Пешка G4. Ну, такой ход возможен, но это уже ничего мне не дает. Ты более честно под опасностью. И только теперь, ребята, про что уже... Сколько ходов, да? Вот мы уже все ждали. Все ждали. Правда? Не только теперь. Александра почему-то подумала. А, давай-ка я съем тебя. Ну, слава богу, это случилось. Этого никто уже не ждал. Двадцатый четвертый ход. Э... Э... Эм... Если вы не ждете, то сейчас, вот, да, двадцатый четвертый ход. Вам надо было... Эм... 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 Есть пешку на F4. Да. Да. Да, если вы... Вы... Видите. Это бы... Упростило... Задачу, и все было быстрее. Хотя и так уже... Все понятно. Место... Это... Вы... Вы пошли вперед. Ну, пошли вперед, пошли вперед. Анастасия решила пойти на Е2 королем. Но вы, естественно, пошли подъезжать первую. Она уже уходит. И вы уже ставите шаг на Е2. Да. Но... Сами понимаете, да, что... Вас... Анастасия могла бы съесть. Если бы это увидела. Поэтому торопиться не стоило. Но... Она этого не видит. Уходит с краем на D2. И вы проводите слеза и ставите мат. И, в принципе, игра хорошая. Это... Серьезная. Но... Такие... Пять ходов. Это... Конечно, хорошо, что мужчины сбежались. Я сбежалась. Потому что вы должны учиться сами. И, Гарри, правильно развиваться. Поэтому я надеюсь, такого больше... Таких ошибок больше не будет. Потому что тут... Просто вам повезло. А, Александр, да? Потому что... Анастасия мало играет. Но, если бы соперник был более опытный, то пять раз вам бы никто не есть. А два королеву. На доходы за такими подарками сразу. Не за что. Девочки, мальчики, кто хочет сыграть, у нас плейны еще есть. Хотя, если вы хотите в странши, уйдите в праздник, или тоже сообщите. Мы все-таки раз собрались с нужной компанией. Завтра будете отмечать уже с родными. Мы вот играем. Кто хочет со мной, я уже не спрашиваю. Наверное, наверное, никто не хочет. А поэтому давайте я за собой. Олег не хочет. Олег спирь уже играл. Александра очень активная сегодня. Марина однокожница моя бывшая. Давай-ка, давай-ка, играй. Умная девочка. Вполне может сыграть. Ага, ты не умеешь. Ну и ты не умеешь, она... Затем же мы учимся, Марин? Презентация у нас была. Кстати, хочу сказать вам. Все присутствующие, пожалуйста. Я думаю, что все, кто здесь находится, есть ВКонтакте, да? Я думаю, что все есть. Я буду очень рада. И Олечка будет очень рада. Которая сейчас, к сожалению, сегодня нету. Если вы запишетесь в Алексею, да? Уже есть. Но всех остальных почему-то нету. Вот в эту группу, если можете, просто прийти сейчас и вступайте. Ну, если вы хотите. Просто там мы оставляем презентации, там мы оставляем аннотации, как правило. Там мы оставляем записи, если они сделаются, да? Там анонсы, обзоры, общение. Если вы хотите, пожалуйста, вступайте. И там самое главное. Всегда свежие информации, всегда свежие даты. То есть вы узнаете. Даже если рассылок нету. Ну, там мало ли, что я не сделаю анонс. Или там будет поздно. То вы всегда будете знать первые, когда будет шахматный клуб. А, может быть, подружите сам вы. Кто-то реально против тех, кто хочет дружить. Вы хотите? Да. Я там такая одна. Что там? Допадайте, сделайте. Если хотите. Вот. 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 Ребят, ну что? Значит, ага. Да. Александр, Олег Готов, он очень хорошо играет. Марина почему-то не хочет. Олег, да. Всем одену на вас. Потому что как раз вы сыграете, я сделаю анализ в пятки. Нам дайте поздороваться. Или с вашонь? Да. Ха-ха. Тааааааа. Ага. 13, 11, в посылке я уже зашла, очень мало выделений. Черт-черт, не стесняйтесь, мне так важно. Продолжение следует... 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 Он съедает конем слона, а Александр съедает вверх, и все пока все правильно, все хорошо. Идет? Олег ходит с конем на С-5. Видимо, хочет без слона. Ну, и имеет полное право, конь или слон, напоминаю вам, это полно сильные фигуры, поэтому кто что любит больше. Я люблю больше коня, кто-то любит больше слона, кому что нравится больше. Десятый ход до 4. Все очень правильно. Нападение. Но Олег решает съедать слона. Конем, что нужно, имеет место быть. Одиннадцатый ход. Александр съедает коня. Все очень хорошо пока идет. Олег съедает пешку на D4. Александр съедает тоже пешку на D4. После этого Олег идет салам на D4. Мне очень нравятся эти ходы. Всякие. Вот когда связывают фигуры две, чтобы конь зависел от сердца и так далее. Это очень грамотное решение. Ну, и поэтому Александр делает правильный ход, очень правильный ход. Пешка на D3. Олег решает съедать коня. И тут почему-то четырнадцатый ход. Александра, из-за того, что здесь есть слона, я думала, специально она все это делала. Она идет на один ход. Александра, почему вы так сделали? Нигде назад. Ага. Понятно. Я так и думала. Красивая фигура. Окей. Будьте внимательны. Осторожно. Лучше не спешите. Но вот все вот сделайте правильно. Олег идет салам на D1. Зачем? Я не понимаю. Наверное, что-то перескутал. Потому что это двадцатый ход. Александра вполне спокойно съедает этого слона. Олег ходит на V5 в первой. Попадает на коня. Все правильно. Александра победит. Конь C3. Олег идет салам на E4. Александра убегает на E2. И Олег уже идет салам на E7. Правильно. Я думала, чтобы сделать паркировку дальше. Восемнадцатый ход D5. Ну, вполне приличный ход. Вы имеете правило, мы существовали. Олег съедает пешку. Александра тоже съедает пешку. Все пока правильно. Тут Олег идет салам на B6. Восемнадцатый ход конь D4. Скорее всего, Александр защищается. Не хочет размена. Олег идет на C5. Не знаю зачем. И тут, заметьте, 21-й ход. Александр делает ошибку, да? Которая в принципе решает всю партию. И тут уже можно дальше не комментировать. Поэтому Олег на это рассчитывал, где-то в тайне. Что вот Александр делает ошибку. И для этого были эти ходы. Естественно, Олег не будет ждать съедая пешка. И тут уже шаг. Двадцатый ход. Двадцатый ход. Нероль уходит на F1. Олег уходит на B6. Двадцатый третий ход. Конь H4. Олег, F5 тоже зачем не понимаешь, если его праздевал. Прозевала, потому что 24-й ход, Александр съедает. Пешку. Олег идет королем на Д7. Олег, если вы меня слышите, не знаю. Тут очень хороший ход мог бы быть. Водя, Ф1. То есть вы бы связали коня с КРМ и съели бы коня. Тут уже шансов защититься не было. 25-й ход. Водя, Д2. Вы решили просто жесть истопасть на коня. Почему-то 26-й ход, Александра не видит, что на ее коня нападает. Переходя на Владивой. И, естественно, Олег сбежал, а он съедает. Вверх и коня. Вы же понимаете, Александр, тут уже такое серьезное преимущество Олега. Тут уже ничего не делаешь, так. Вот. 27-й ход. Водя, Д1. Сон, G5. Потом вы пытаетесь, да. Вот Владивой, Д, Д, ой, Е1, чтобы, наверное, поставить шаг какой-то, не знаю. Сон, H4. Тем самым, Олега нападает на Владиву. Вот сейчас вы, наверное, это видите, да, вот, Александр, что он напал на Владиву. Но вы этого не увидели сейчас, да, и поставила Владиву на Е7, тем самым, тем самым, Олега Сокуэна может съесть любую Владиву, но в данном случае шаг, да, вот. И почему-то он, наверное, этого не увидел и просто решил отойти к Ролю на Д8. Он, ну, спокойно, сейчас есть слоном Владива, вы сейчас, наверное, видите это, да? Все. Но этого он не сделал. Вы убираете Владиву на тридцатый ход на Е3, но вторая ваша Владива остается под, ну, как бы, угрозой слона. Да, и тут, конечно, я понимаю, я понимаю, что Олег съедает одну Владиву и вытал вторую. Да, вот, что и происходит. Олег съедает на Е1, вы съедаете его слона. И тут уже подключается ФЕРС, который съедает вашу слону Владиву. И тут уже понятно, что шаг, этот второй ход, ну, вы уже не с ней удастся, потому что это понятно, что с ФЕРСДОМ и РОДИАМИ, тут уже можно спокойно оставить массу. Все, я все официально. Если что, какие-то вопросы можете задавать. Тут просто череда неудачных ходов. Которые, к сожалению, привели уже только, что уже ничего нельзя было сделать. Все, кто нас слушает, так, пишите, понравилось, не понравилось, все понятно или нет. Да, Александр Александрович, у меня была очень активная молодежь в организации, я надеюсь, что вы пройдете в следующий раз, не знаю, когда у вас будет, к сожалению. К сожалению, это зависит не от нас, мы выходили каждую неделю, не знаю, как и вы, но расписывания на всех не хватает, поэтому, к сожалению, приходится ограничиваться. Вот, спасибо вам всем, девушек еще раз, к сожалению, вы только одна осталась, и я тоже. Среди девушек с праздником. Вот, надеюсь, не только 8 марта будет настроение хорошее, я надеюсь, что мужчина не только 8 марта будет расрадовать. Это пожелание эклама мужчины, чтобы не только 8 марта были милыми, добрыми, голосами, выступали готово место там, выступали, и дали цветы, и одели это почаще, потому что всегда приятно. Внимание, и маленькие сестры, это правда, Александр, это мы как женщины сообщали вам, что маленькие приятности, что приятно от близких людей. Вот, всем спасибо, пишите.